привет всем добро пожаловать в обучающие видео корпорации umbrella productions на вторую часть нашего гайда по безопасности в этой части мы с вами рассмотрим игровую механику игры прыжки через ворота к локу и так далее чтобы вы понимали каким образом работают игровые правила как избегать или получать бои опять же поехали значит что такое игра игра это ваше состояние при котором на вас накладывается некоторое ограничение значит а когда вы и ведете бой имеется ввиду с пилотами то есть не с ней паспел а на вас на подвесняка ограничения сочеталась на 3 а мы получаем когда вы и все здесь то есть у вас есть активные модули на противника соответственно пушки и от скрепки дизы и нейтрики дроны а вас вверху здесь вот тут вот выхода появится такой красный кружочек будет написано weapon timer вот нагрешен не знаю как он по-русски переведено это составляет одну минуту время а вот этот период стоит одну минуту пока на вас есть так называемая игра вы не можете что вы не можете вы не можете зайти на станцию докнуться вы не можете прыгнуть через ворота до тех пор пока спасет не спадет но только после того когда бой прекратился либо вы самостоятельно сняли все боевые модули с противника этот таймер будет потихонечку сходить к нулю только после того как он достигнет достигнет нуля вы сможете докнуться пройти на гейт и так далее то есть например если вы стоите как разводят допустим на андоках да то есть вот вы стоите на андоке к вам прилетают или андопится какой-то корабль вас лочат начинает вас атаковать соответственно если это произошло это значит что атаковавший вас пилот на станции на гейте неважно где у него запустился вот здесь вот так называемый агро таймер минуту то есть если вы грубо говоря получили от пилота агру вы сможете войти на станцию если вы не отвечали ему он не сможет пойти то же самое касается прыжков через гейты и обратную сторону то есть если отсюда выходит корабль какой-то да вы начинаете его учить начинать начинаете по нему атаковать он вам например не отвечает то вы в док зайти не сможете противник соответственно сможет в чем здесь опасно здесь опасность том что в док могут быть друзья друзья могут могут наварпать то есть разводные корабли и так далее то есть тут много всяких ухищрений так что будьте аккуратны на боях на андоках вы никогда не знаете что противника может отсюда выкатить просто знаете что есть такой механизм игры протяженность которого составляет одну минуту дезагриться нужно снимая все боевые модули с цели то есть пушки и нейтреки на сфера пату трек дизы там сенсор бустеры все 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 что идет к игре скрипки дизы там и дрон обязательно чтенько бывает такое что противник вроде как с вас скрипки сетки и пушки убрал а дрон забыл агра в этом случае все равно продолжается не забывайте пожалуйста об этом что если идет команда допустим от так как он снимая на грунт это означает что вы должны собрать дронов скупнуть дронов снять все боевые модули ждать пока с вас спадет агра соответственно вы не сможете еще раз говорю пропрыгнуть через гейт в состоянии игры вы не сможете токнуться на станцию эту механику нужно знать обязательно например ну предположим парк парк парня на этот гейт сейчас мы через него пропрыгнем заодно объясню вам механику игровую механику проходить через ворота клоку прыжковая клока когда вы вываливаетесь из гейта вы соответственно появляетесь в законченном состоянии сейчас я вам это покажу уже наверное замечали вот мы проходим через гейт вверхне к мелому углу вот здесь появляется вот такой вот там jump clock таймер время прыжковой клоки этот таймер составляет одну минуту в этом состоянии ваш корабль находится в законченном состоянии соответственно вас не видно под сканом вас не видно вот здесь вот в overview визуально вас не видно нигде то есть вам дается одна минута на то чтобы подумать применять решение что делать дальше никто вас никуда не гонят единственное что смотрите если здесь большие кемпы стоят к примеру да вас могут деклочить если какой-то объект окажется рядом с вами ближе чем на 2000 метров то есть если грубо говоря кто-то летает тут круги то по орбите с дронами как валяются какие-то контейнеры разбросаны там ты один дрон на этот знак как бы что гайка вот у нас прошел минутный таймер обратите внимание сейчас корабль появится в состоянии пламени с этого момента он видит овервью он виден на подскане он виден в визуально космосе то есть у вас есть одна минута дальше еще разочек насчет агро таймер к примеру агро таймер клока предположим мы прыгнем в гайку в лоусек и страшный скучай пиратов предположим что на гайке стоит кемп не паникуем самое главное всегда старайтесь сохранять спокойствие у вас есть минута чтобы подумать что делать одним из самых разумных решениях если гейт закемплин жестко закемплин это будет растопиться обратно на гейт как видите вы появляетесь в радиусе 12 км от гейта всегда в законченном состоянии конечно бывают разные гейты но в основном радиус появления корабля после пропрыга составляет 12 км значит что вы делаете в этом случае вам нужно выделить гайку куда мы будем стапливаться вот у нас появилась здесь панелька управления что мы хотим сделать нажимаете следующую комбинацию только нажимать им нужно достаточно быстро нажимаете приблизиться греть мвд включаете мвд и нажимаете за это время вы летите на гретом мвд проходите пропрыгивать за это время вас в принципе можно успеть залучить как правило если вы на чем-то очень маленьком и шустром то вы в гаечку обратно стопитесь чем здесь прикол значит во первых вы избежите слива во вторых те люди которые пока вы стапливались гейтун успели вас затаргетить посадить на кинуть на вас сеточку дизраптор скребок выстрелить все что угодно то есть проявили акт агрессии они получили агру про которым мы говорили да и теперь будьте уверены что в течение минуты за вами эти пилоты в гейт не проследуют то есть те кто не поймал вас не атаковал они могут с вами пройти все остальные пилоты за вами пройти и не могут до тех пор пока не пройдет с них вот здесь у них будет таймер применения оружия так что учтите например если вы стоите в коке сейчас еще разочек вот я прохожу воусек вот к примеру у нас нас караулят ждут летают наша задача стопиться обратно в гаечку то есть мы понимаем что скорее всего уйти мы не сможем скорее всего да то есть есть вариант какой у нас принятие решения принять бой да то есть подраться отварпать на какой-то другой объект либо стопиться в гайку обратно допустим мы понимаем что в бой на поступать невыгодно примеру отварпать мы не успеем а в гаечку стопиться мы попробуем допустим у нас противниках два корабля делаем все те же самые мероприятия те же самое выбираем гейт куда будем ставливаться быстренько нажимаем approach потом греем mvd потом активируем мвд обязательно именно в этой последовательности наоборот еще разочек выбираем гаечку approach погрелись включили вот мы начали стопиться и остапливаться гаечки быстренько кликаем пропрыгать спамим спамим сюда и к примеру в это время оба корабля нас залочили скинули по скрипочке по сеточке и мы теперь уверены что у нас есть минута что кемп из двух кораблей которые оба проявили акт агрессии за нами не последует то есть у нас есть время чтобы уйти как-то в другое место сменить маршрут то есть боя избежать конечно если кемп там больше не все поймали агру к вам сюда придут конечно если гейт кемпится с двух сторон здесь вас будут ждать да но такие правила безопасности вам в любом случае нужно ждать ваша задача помнить про агро таймер что он существует еще раз при агре нельзя проходить через гиты нельзя докаться на станцию значит заколочное состояние после пропрыгия через гейт составляет одну минуту этого время на принятие решения принципе я думаю в этой части наверное все всем спасибо за просмотр увидимся в следующих обучающих видео